В эфире дела. Здравствуйте, меня зовут Елена Попенко и вот вам идея для отпуска. Открыты продажи авиабилетов на прямой рейс из Красноярска в Баку. Регулярный рейс будет выполнять авиакомпания ИрАйро два раза в неделю, сообщает аэропорт Емельянова. Дела, конечно же, сразу проверили, а что с ценами. Например, в конце июня перелет туда-обратно обойдется примерно в 35 тысяч рублей и больше. Есть ощущение, что рейс будет пользоваться спросом. Проводить отпуск в бывших союзных республиках это сейчас очень популярно у красноярцев. Сейчас в Красноярске можно протестировать самые современные системы безопасности. Открылась выставка антитеррор. Она защитит на всех уровнях. Среди современных устройств, которые используют по большей части силовики, Андрей Бабуридзе нашел разработки, которые могут следить, например, за вами в офисе или спасти вашу дачу. Выставка современной системы безопасности в первую очередь направлена на бизнес, но мы покажем вам то, что будет интересно каждому из вас. Большое внимание на выставке уделено противобожарной безопасности. На мой взгляд, вот эта штука, она просто универсальна. Во-первых, она защищает легкие от дыма, от отравления, а также ее можно использовать при ремонте, например, когда что-то красите. Она многоразового использования. Просто поменяли фильтры и снова в дело. Это огнестойкая краска, технологи говорят, может защитить деревянные постройки от огня. Это экземпляр, который не подвергался термическому воздействию, то есть нанесенным огнезащитным составом. Второй экземпляр показывает эффективность огнезащитного состава, то есть краска вспучилась, а древесина не воспламенилась. Мы крепим его сверху и все. Друзья, ну а сейчас пришло время эксперимента. Что это такое? Это бензин. Сейчас мы заливаем его в розетку так называемую и наш пиростикер это все потушит. Прикроем. Это якобы если замкнет, да? Да, это при возгорании, при... Вы учите, как обманывать? Нет, нет, нет. Мы наоборот учим людей, как определять ложь. Мы применяем либо детектор лжи к людям, да, проводим проверки, либо мы безинструментально, да, то есть по мимике, по жестам, по поведению людей оцениваем их. А эта шпионская аппаратура тоже вошла в нашу жизнь. Детекторы лжи сейчас используют даже работодатели. Попробовать обмануть машину на выставке может каждый. Фанат из сериала «Обмани меня» не думайте, что это просто. Скажите, а это какая-то сигнализация для ксерокса или что? Да, можно сказать, что это система безопасности, которая позволяет контролировать доступ над тем, кто какие документы печатает и кто в итоге получает печатные экземпляры. Вот кому здесь точно будет интересно, так это детям, потому что здесь много локации для ребятишек. Особенно понравится пацанам, потому что здесь куча оружия, которое можно сфотографироваться, подержать в руках, ну а также поиграть бесплатно, например, в лазертак. Выставка будет работать до пятницы, до 16.00. Вход свободный. Давайте поговорим о том, что происходит с ценами. Детские товары, бытовая техника подорожали, а вот обувь, наоборот, подешевела. Это информация пресс-службы планеты. А теперь подробнее. За начало года чек на одежду и товары для спорта, детские товары, бижутерию и аксессуары вырос в среднем на 10%. Бытовая техника подорожала на 5%. Казалось бы, как так? Курс же стабилизировался. А вот обувь, наоборот, подешевела. Но совсем на чуть-чуть прогноз, цены еще будут расти. И сигареты тоже подорожают. И связано это с тем, что стоимость спецмарок выросла. Это табачная акцизная марка, которая приклеена сбоку пачки. Теперь тысяча таких спецмарок стоит 200 рублей. Это вместо 150 рублей. Такой стоимость была раньше. Кроме того, Минфин планирует создать и единую информационную базу. Как это отразится на курящих? Конечно же, изменится цена. По предварительным подсчетам, подорожание сигарет будет составлять примерно 10-15%. Это в среднем 10 рублей. С делами на сегодня все. Я передаю слово Давиду Абаджану. Где футболисты совсем недавно проводили тренировку. И в преддверии этой исторической игры, которую обсуждают не только футбольные болельщики, но и, в принципе, все горожане, у нас будет интервью с директором футбольного Енисея Денисом Рудцовым. Народное интервью, где вопросы будут ему задавать, в принципе, болельщики. Поэтому не переключайтесь. Через две минуты опять встретимся. Спасибо.